Ребята, всем привет! Мы сейчас у Гайнаны в гостях и будем делать лечо по ее рецепту. И для этого нам нужно 4 кг перебитых в мясорубке помидор, 3 кг болгарского перца красного и зеленого, 1,5 кг моркови, 2 головки чеснока, стакан сахара, стакан кукурузного масла, но можно и подсолнечное, 3 головки лука и 2 столовые ложки соли. Теперь нам нужно подготовить овощи, нарезать полукольцами болгарский перец, мелко нарезать лук, натереть морковь на крупной терке, а чеснок измельчить. Я тоже помогаю резать или перчик, вот так вот нужно резать примерно, где-то по полсантиметра. Угу, хорошо. Вот так уже порезали. Натираем морковь на крупной терке. Как у нас перца получилось, да? Красный, да? Красиво так. Наши заготовки уже готовы. Из этого объема получается 6 литровых банок леча. И сейчас мы будем заливать томаты в казан. Давайте помогу. О, тяжелый. Так, я буду заливать... Кружечкой. Кружечкой. Так. Подерживай руку, что-то не капало, наверное, да? А, ну, густое. Закрываем крышку казана и ждем 15 минут. Через 15 минут мы добавляем болгарские перцы, да? Да. Все. Оба, да? И красный, и зеленый? Да, все вместе. Ребята, уже прошло 15 минут. Наши томаты закипели. И сейчас мы забрасываем весь наш перчик. И красный, и зеленый, да? И красный, и зеленый. А-а-а-а! Ничего страшного. Рабочий процесс. И теперь перчики с томатами мы тоже оставляем тушить на 15 минут. Прошло 15 минут. Вот такие наши красивые томаты с перчиками. И засыпаем руку. Макуина у нас была полторы килограмма, по-моему, да? И сколько варим? Тоже 15 минут. А что будет потом? А потом будем добавлять лук, чеснок, все остальное. Это все сразу добавляем, я так понимаю? Да. Так. Ох, как бурлит. Ммм, как пахнет. Бурлит, как милый. Как милый. Как моя жизнь. Так, теперь мы добавляем лук, чеснок. Мелко резанный, да, все? И чесночок. Какой сюда аромат пришел. В принципе, так вкусно пахнет, но у вас чеснока и лук, мне кажется. О, да. Красотища какая, смотри. Так, что потом будет у нас следующее? И дальше уже мы потом все добавляем. Через 15 минут мы добавляем, значит, масло, сахар, соль, да. Добавляем, размешиваем через 15 минут. И тушим еще все вместе. Ага. Все. Так, 15 минут прошли. Ох. Так, теперь мы заливаем масло. Но свекровь сказала, что еще нужно полстаканчика для вкуса, что мало будет. Давайте еще дремем. А я пока сахар добавляю, да? Да, сахар добавляю. Все сразу? Да. Так, смотри, вот еще маслечко. Масло вкусное, масло жирное. Это соль, да? Это соль, да. Мне почему-то кажется, что это мало, нет? Все волепые. Две ложки соли. Она тоже в рецепте так. Да, рецепт это у нас старый. Мне уже мама давно так готовит. Можно сказать, что лет 10 как минимум она так готовит. Ее лечо, как мы в Киеве кушаем. Да, у мамы очень вкусное лечо. Так, теперь убавляем огонь и на медленном огне еще тушим 30 минут. Все, наконец-то мы выключаем. Берем. Вот так вот. Какая своя красота получилась. Ага. Так, давайте попробуем. Попробуем. Плюшки попробуем. Ммм, вкусно тебе. Вкусно. Вкусно? Да. По вкусу вкусно или по сути? И по вкусу. И по сути вкусно. Так, и сейчас будем... Банки стерильные все. Да. Будем делать долдурурэм. Долдурмах. Так. Мы кладем полотенце, чтобы наши баночки не полопались. Из-за чего? Типа из-за металла, что там когда будешь класть? Температура, да. Сразу жар идет, поэтому... Так. Поехали. Одна пошла. Это раз. Час, да, будет кипятить? Да. Это типа для дезинфекции нужно делать или для чего? Да, и сварить их, чтобы они... А, то еще должен... А, я думал, это для дезинфекции. Все, потом уже будем закрывать, да? Сушить, закрывать. Все правильно? Да. Все, ребята, достаем последнюю банку. Она горячая, да? Да. Такая необычная птичка. Варили все это дело мы ровно час. Вот, сейчас Ира будет все дело закручивать. Вот такая-то необычная закатка, да, это называется, считаете, да? Да, закаточка. На зиму. Ее можно, кстати, еще и еду добавлять, если что. Там какие-то супы, борщи можно добавлять. Все, будем прощаться. Да. Всем пока, ребята. Пока.